Участников сбора принимала Центральная городская библиотека имени Крупской, поскольку уже в течение двух лет является учебно-консультационным пунктом и в 2022 году получила диплом правительства Кузбасса за второе место в региональном конкурсе «Лучшая учебно-материальная база в области гражданской обороны, защиты населения и территория чрезвычайных ситуаций среди учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям». УКП создано с той единственной целью, чтобы население информировать о тех возможностях и о тех задачах, которые решает УКП. На учебно-методический сбор в Ленинск-Кузнецке собрались консультанты учебных пунктов со всех территорий области. В рамках сбора были проведены занятия «Организация инженерной защиты населения», «Организация пропаганды и информирования населения», «Обеспечение антитеррористической защищенности». Цель сборов – помочь консультантам работать с населением и обеспечить их самыми необходимыми знаниями по линии ГОИЧС. «Население, конечно, должно быть информировано по действиям при получении сигнала внимания всем. Им всем хочется знать, как правильно себя вести в той или иной ситуации, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, когда эвакуироваться, какие документы иметь при себе, как оказать первую помощь, а где может население подчерпнуть вот эти знания. Конечно, в ходе вот таких занятий, которые проводят консультанты УКП на базе учебно-консультационных пунктов». «Именно на нашей базе сегодня проходит такой грандиозный сбор, который охватывает огромное количество территорий. Это прежде всего территории, которые всегда готовит город Ленинск-Кузнецкий. Это четыре территории. Это территория город Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, также промышленная и Полысаево. Плюс к нам сегодня присоединились еще три территории. Это Беловского, нашего Беловского филиала. Поэтому получается, что вот такое огромное количество УКП, конечно, соединены где-то в одном месте, наверное, первый раз». «Один из масштабных вопросов, которые обсудили на учебно-методических сборах – оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Для большей наглядности и объяснения был использован специальный тренажер, сигналы которого дают точное представление, правильно ли вы делаете искусственное дыхание или непрямой массаж сердца. После обучения консультанты УКП поделятся своими знаниями с населением». «В УКП в основном приходят люди пенсионного возраста. Необходимо точно подобрать, каким образом преподать им эту лекцию, для того, чтобы это было более доступно, более понятно». Учебно-методический сбор завершился церемонией награждения. Директор Центральной библиотеки имени Крупска Елена Хамитова получила благодарственное письмо Кузбасского объединенного учебно-методического центра по ГОИЧС за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в создание и оснащение учебно-методического пункта Ленинско-Кузнецкого.